Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам про рисовательную азбуку. Что такое рисовательная азбука? Это так же как и обычная азбука. Когда мы складываем буквы вместе, мы получаем слова и мы можем прочитать историю. Точно так же с рисованием. Из чего состоят картинки, из чего состоят образы? Они состоят из форм. Поэтому если мы поставим несколько форм вместе, если мы увидим эти формы внутри картинки, то мы можем придумать любую картинку и нарисовать все, что мы хотим. Какие же формы мы знаем? Очень простые формы. Разрезаем квадрат. Теугольник. Все. Разрезать крупно пополам, то получится полукруг. Можно использовать прямоугольник и разные формы, которые мы по полу найдем в собаке. Прямоугольник немножко похож на кладку. Мы знаем, что у прямоугольника две стороны длины. Как же использовать эту азбуку для рисования? Очень просто. Давайте начнем с самых простых вещей. Еще. Конечно, нам же нужны линии. Как прерывистая линия, вот такая вот. Разных других линией, которые мы можем использовать. Но чтобы добавить какие-то интересные детали к нашему рисунку, мы можем также добавить всякие разные точечки. Например, маленькую точечку, между мурашеком. И таких мурашек может быть много на картинке. Большую точку вот так вот. Можно добавить ручком. Для того, чтобы нам было просто веселее рисовать. Ну, давайте начнем с простых, очень элементарных картинок. Возьмем мы треугольничек и поставим его вверх ногами. Вот так вот. Прокон. Возьмем. Прокон. Прокон. Вверх ногами. Вот, треугольник у нас стоит вверх ногами. Что же теперь? Окей, а что если я возьму вот этот полукруг и поставлю его вверх? Что у меня получилось с мороженым? Да? Возьмем. Воленец, так, нравится. Потому что я закрашу в украшке. Вы можете закрасить любым цветом, каким вам нравится. Если вы любите шоколадное морожное, то закрасите шоколадный цветом. А если вы любите банановое или ванильное, то закрасите шоколадный цветом, зачем вы хотите. А чтобы было еще вкуснее, мы можем добавить туда присыпочку сладкую, блестящие, вкусные конфеты. Вот у меня вот артисты. Вы можете сделать это вкусненькое, вкусненькое, вкусненькое. Какое вы любите, где артисты любят мороженое. Воленец. Вот мы нарисовали стаканчик с мороженым. Это, конечно, очень просто, но картинку надо как-то разнообразить. А что, если я буду использовать те же самые формочки, но я буду их поворачивать в разные стороны. Возьмем тот же самый треугольничек и нарисую его вот так. А теперь я возьму вот этот полу-пруклик, который мы возьмем вот сюда. Что это, мороженое на боку? Что-то уронил мороженого? Нет. Это что-то другое. Зачем нам два раза рисовать мороженого? Тем более, что его уронили. Жалко. Нет. Это что-то другое. Вы меня не угадали. Если я здесь добавлю еще один треугольничек, а здесь добавлю мурашек, кусочек волнистой линии, три линейки сюда, одну линейку сюда, то есть у нас рыбка, да? И чтобы рыбку сделать тоже красивой и разнообразной, можно добавить другие детали. Вот, например, здесь линейки добавим прямые и закрасим рыбку. Если красным закрасим, получится золотая рыбка. А теперь, чтобы сделать нашу рыбку еще интереснее. Если мы добавим чешуйки, да? Для этого мы возьмем, тоже будем рисовать полукруди. Вот, если мы не стоим, мы его так построим. Вот так. Малости как настоящие. А что же я поставлю эту линейку прямоугольную? Я возьму прямоугольную. А теперь моя рыбка плавает в аквариуме. А в аквариуме нам нужна водичка. Для этого рода мы будем использовать полную ступенью. Вот она водичка. Так как рыбка плавает не на воде, а под водой, но нам нужно добавить... А рыбка голодная, она хочет кушать. Давайте ей дадим червячкам. А мы тоже берем кусочек волнистой линейки. Вот рыбка довольно она кушает. Когда рыбка кушает, или когда она дышит, она делает пузырьки. Вот такие пузырьки выходят. Вот мы можем нарисовать, и наша картинка будет еще интереснее. А теперь мы начнем маленький пузырь. Потом будет еще больше. Самый большой пузырь. Вот наша рыбка. Все реки выпускают. И вот сюда, когда рыбка кушает. Делайте лесеную карандашу, как они лесеные. Вот такая рыбка плавает в аквариуме. Если хотите разнообразить картинку, можете сделать большой прямоугольник и нарисовать много-много рыбок разных цветов. И будет уже красивая, яркая картинка у вас. Я желаю вам успеха. И чтобы вы с хорошим настроением заканчивали свои рисунки. Потому что это всегда радость. Это всегда весело, когда мы что-то рисуем. Я желаю вам успеха. Я надеюсь, у вас все, все получится. Используйте рисовательную назвуку. И пусть у вас все будет хорошо. Если вам понравилось это видео, не можете поставить лайк. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok